85 за, 0 против. Резолюция, касающаяся положения детей в Украине, принята. Она включает в себя около 20 пунктов, среди которых и признание того, что депортация и насильственное перемещение детей на территорию России и Беларуси – военное преступление. Отдельно там подчеркнута значимость международного ордера на арест Путина, ну и Львова и Белова, их так называемые уполномоченные по правам детей. Это тоже очень важный пункт, который напоминает всем, что Путин – это военный преступник. Также Ассамблея призывает Российскую Федерацию прекратить депортации, задержания и насильственное перемещение детей. Также призывает содействовать в вопросе их возвращения. Это основные акценты. Если для украинцев озвученное – это очевидные вещи, то европейскому сообществу нужно постоянно показывать и рассказывать о преступлениях России. Именно так сделала первая леди Украины Елена Зеленская. Перед началом сессии она онлайн выступила перед делегациями и поделилась одной историей. Мальчик-сирота жил в Мариуполе. Вместе с другими воспитанниками своего детского дома он собственными глазами видел уничтожение города и его жителей. Затем перенес депортацию в Россию и там на чужбине ему исполнялось 18 лет. Ему должна была прийти повестка в российскую армию. Цинизм в высшей степени. Похитить ребенка, уничтожить его город, а затем гнать в ряд захватчиков. Результатами рабочей недели украинская делегация в целом довольна. Об этом рассказала глава украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева. Она добавила, что Украина постепенно делает все для того, чтобы наша страна была услышана на всех международных площадках. Однозначно это была центральная тема нашей рабочей недели. Да, мы довольны, но я думаю, мы будем более довольны, когда уровень геноцида будет объединяющей темой для разных парламентов мира, даже в Непоре. И, конечно же, когда наша приблизительная цифра в 20 тысяч депортированных деток будет возвращена домой, точно так же, как и будут основы безопасности, которые будут основаны на нашей победе и дальнейшем мире для возвращения тех деток, которые сейчас имеют новый юридический статус временно перемещенной особой. Кроме голосований по резолюциям для Украины были также важны решения по выборам. Новым комиссаром Совета Европы по правам человека избран Майкл Офлаерти. Кстати, он уже заявил, что попытается попасть на временно оккупированной территории Украины. А новым президентом по СЕ стал Теодорус Русополос. И, что очень важно, свой первый брифинг он начал с упоминания Украины. В апреле 2023 года парламентская ассамблея провела срочные дебаты по вопросу о положении украинских мирных детей, включая детей, насильственно перемещенных или переданных Российской Федерации или на украинских территориях, находящихся под фактическим контролем Российской Федерации. Им и вам я обещаю, что мы в парламентской ассамблее сделаем все возможное, чтобы продолжить наше дело по установлению справедливости и долгосрочного мира в Украине. Ну а тем временем уже идет активная подготовка украинской делегации к весенней сессии по СЕ, где центральной темой предварительно будет восстановление Украины. Не устану повторять, Украина была, есть и будет в центре внимания международного сообщества. Из Трасбурга, Франции Олег Борисов и Александр Шкот для телеканала Freedom. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова